Денис, вы недавно вернулись из Бахмута, после этого были на задании на запорожском направлении. В главном управлении разведки говорят, что именно туда оккупанты перекинули практически все свои резервы, для того, чтобы помешать силам обороны наступать на, как они считают, ключевом направлении, именно на южном. Какая там сейчас ситуация? Что можете рассказать нашим зрителям? Ситуация там непростая. Она, в принципе, нисколько не отличается от бахмутского направления. Тоже очень большое количество сил врага сосредоточено на этом направлении. Действительно, они перекидывают туда огромное количество своих войск, потому что считают, что это основное наше контрнаступление идет на запорожском направлении. И поэтому бои действительно непростые. Но мы потихонечку, скажем так, опять же, каждый метр отвоевываем и продвигаемся вперед, уничтожая оккупантов. Как действует враг? То есть он находится сейчас в обороне, да? Они построили какие-то оборонительные сооружения. Как проходят бои? То есть это происходит, это идет минометная война, грубо говоря, окопная? Или же вот как часто происходит сам штурм? Ну, во-первых, они действительно заняли очень большое количество, они окопались. У них больше оборонительная, скажем так, сейчас война. Это больше окопная война. Они заняли большое количество окопов, из которых мы штурмуем эти окопы и выбиваем врага оттуда буквально силой. Эта война больше артиллерийская, минометная. Также участвует в этом сражении много техники, но и большое количество и пехоты, и штурмовых бригад, которые выбивают врага именно с окопов и выбивают их с их позиций, которые они укрепились на них. И поэтому, ну, действительно непросто. Направление очень непростое. Но, опять же, наши силы достаточно натренированы, достаточно, скажем так, подготовлены для того, чтобы выбить врага с их позиций. О потерях оккупантов что можете сказать? Если, может быть, в каком-то пропорциональном сравнении с нашими потерями понимаем, что они тоже есть. Наши потери тоже есть, скажу сразу. Но, опять же, у оккупантов гораздо большие потери. Пока в процентном соотношении я не готов сказать. Это не как в Бакмуте, что уже было видно и ясно, сколько их погибает. Но погибает их гораздо больше, потому что их бросают буквально как мясо. И то, что, опять же, у них очень много различной ерунды и в телеграм-каналах, и в новостных своих каналах, что они чуть ли не громят всю нашу технику, не громят все наши силы пехоты, уничтожая там тысячами наших бойцов. Это полная ерунда. Погибших у них гораздо-гораздо больше. У нас есть погибшие, это война, это не без этого. Но мы стараемся избежать как можно больше потерь. В технике у нас, в принципе, потерь есть, но небольшие. У них гораздо существеннее потери и в технике, и в людском ресурсе. Поэтому то, что они показывают, то, что они пытаются предоставить, скажем так, своему сообществу, как они героически воюют и героически побеждают нашу армию, это полнейшая ерунда. Мы громим их и будем громить, продолжать громить. А если говорить об оккупантах и составе вот этих сил, то есть кто там в основном находится? Это мобилизированные, мобилизованные или, не знаю, там он хвастался, что сейчас перекидывают на южное направление кадыров своих бойцов. Вот кого вы там видите? Ну, у них очень много мобилизованных. Это именно регулярная российская армия. Это не ЧВК «Вагнер», это в основном все именно бойцы армии России. Плюс, да, действительно есть на этом направлении и кадыровцы, которые воюют. Но в основном это мобилизованные, которые именно кадровые военные российской армии. Кстати, о Кадырове мы еще вот о ситуации в Белгородской области поговорим, но раз вспомнили, он недавно предложил вывести своих бойцов с территории Украины для того, чтобы обеспечить безопасность Белгородской области и чтобы не было больше прорывов границ и захватов населенных пунктов. Как вы считаете, вот эта идея, она у него с чем связана? То есть, возможно, просто в преддверии украинского контрнаступления хочет спасти свои силы и уйти на более такое спокойное, более спокойное месторасположение? Нет, я не думаю, что это связано именно с тем, что он хочет перебросить свои силы на более спокойное направление. Его бойцы воюют, они действительно духовитые бойцы, умеют воевать, это не тикток войска, но, опять же, наши военные более профессиональные, и самое главное, что наши бойцы, они более мотивированные, они борются за свой дом. Поэтому Кадырову не, скажем так, не будет легче, если он и переведет бойцов хоть и в Белгород, хоть останется на запорожском направлении. Мы как громили и нейтрализовывали, уничтожали врага, неважно, это Кадыровцы, неважно, это Вагнеровцы, неважно, это кадровые военные российской армии. Мы чистим и очищаем свою землю, свой дом. Мы это делали и будем продолжать это делать, и поэтому им не поможет ничего. Где бы они ни были, мы выбьем врага со своей территории. Недавно Владимир Зеленский заявил о том, что Украина готова к контрнаступлению. После этого, по словам президента, это наступление уже началось. Вот если говорить о готовности, наверняка президент имел в виду, что подошла техника от наших союзников, боеприпасы, были подготовлены штурмовые бригады. Как ощущается вот эта готовность, например, на примере запорожского направления? Ну, во-первых, действительно чувствуется очень большое количество техники, западной техники, танков. Это чувствуется. И бронемашин. И это очень помогает в вытеснении врага, очень помогает в нашем контрнаступлении. И это действительно чувствуется. У нас гораздо больше стало артиллерийских снарядов, гораздо больше бродетехники и техники. И поэтому это помогает вытеснять врага с территории. Жаловался президент Украины на то, что так и не успели предоставить наши союзники нам авиацию к началу наступательной операции. Понимаем, что отсутствие поддержки с воздуха усложняет тот же штурм. Насколько, опять-таки, вот это чувствуется в ходе боевых действий? Насколько проще было бы, ощущая поддержку той же авиации? Конечно, авиация – это очень, скажем, сильный козырь был бы в наших руках. Но и без этого мы справимся, мы справляемся. Но с авиацией, конечно, было бы гораздо проще. С F-16 мы просто бы разгромили врага, я думаю, в считанные дни. Это было бы буквально считанные дни. И было бы, конечно, меньше потерь с нашей стороны. Мы просто бы запустили авиацию. И она бы, во-первых, сама подчистила очень хорошо территорию оккупированную. И потом работала бы вспомогательно вместе с нашими штурмовыми группами и в поддержку нашей техники. Поэтому, конечно, было бы гораздо, гораздо в разы меньше у нас жертв, если бы у нас была авиация. Сейчас еще видим, помимо запорожского направления, продвижение сил обороны на Востоке, в Донецкой области. Вот одно за одним просто населенные пункты освобождают силы обороны, публикуют оттуда видео, поднимают украинские флаги. За счет чего, как думаете, там идет вот это вот продвижение? За счет чего получается преодолевать как раз вот эти оборонные позиции врага? Ну, во-первых, поставки техники не только на запорожском направлении, но распределили грамотно технику по разным направлениям, и это чувствуется. Также помогают и штурмовые группы, которые были призваны как и в ЗСУ, так и в Нацгвардии. Они тоже очень делают большую работу. И поэтому мы видим, как действительно освобождаются. буквально каждый день мы видим, освободили какой-то центр, какое-то село, какую-то деревню. Каждый день мы это видим. Хотя, опять же, скажем так, в российских пабликах, в любых СМИ постоянно показывают, что они ничего не отдают, и ничего не происходит. Хотя это видно наглядно, это уже просто смешно, как наши ребята действительно поднимают флаги над каждым участком, где они освободили какой-либо центр. И поэтому мы продвигаемся, мы двигаемся, и это доставляет удовольствие, что мы действительно и с ним врага, и очень серьезно. А если говорить ваши впечатления о том, как подготовились именно оккупанты к украинской наступательной операции, оценить с военной точки зрения, насколько хорошо? Ну, скажем так, особо они не подготовились. Как-либо они действительно просто укрепились, укрепили позиции, они не, скажем так, не сделали что-то, не продвинулись, они не продвинулись вперед, потому что двигаться у них нету, в принципе, сил для продвижения, они просто сделали, как укреп районы, такие укреп места, чтобы просто укрепились. Но это, я скажу, благодаря поставкам техники, благодаря артиллерии и благодаря мотивации наших бойцов, что это самое главное, насколько ребята мотивированы. Мы уничтожаем врага, и мы продвигаемся вперед. В Главном управлении разведки заявили, что оккупанты готовят новый теракт как раз на южном направлении, в этот раз минируют и планируют взорвать цехи предприятия «Крымский Титан» на оккупированном полуострове, где хранится по меньшей мере 200 тонн аммиака. До этого видели подрыв Каховской ГЭС, после этого подорвали дамбу в Донецкой области на реке Мокрые Ялы. Как считаете, почему враг выбрал такую тактику именно разрушения инфраструктуры, техногенные катастрофы, ведь это вредит и им тоже, их позиции тоже затоплены. Как вы считаете, почему на это пошли? Ну, во-первых, мы можем это видеть не только, скажем, в подрывах Каховской ГЭС. Они ведут такую тактику именно террористическую и тактику паники, тактику запугивания мирных граждан, ведь в принципе в основном это касается мирных граждан. Больше всего и они несут ущерб простым людям, как и людям, так и имуществу, домам и всему. Это тактика, которую они выбрали. Во-первых, тактика, которой они пугаются запугать украинский народ, но это не помогает, потому что украинский народ действительно за время войны показал и свое мужество, и свою духовитость. На самом деле это просто народ, который достоин уважения, скажем так, большого-большого уважения. И что они пытаются еще тем самым сделать вот этими терактами, что они пытаются выиграть время. Тогда, когда мы заняты, скажем так, спасением мирных граждан, когда мы занимаемся катастрофой, когда это превращается в катастрофу именно такую глобальную, то у них появляется время на мобилизацию тех же военных, на подготовку тех же военных. Они оттягивают время, чтобы хоть как-то оттянуть наше контрнаступление, чтобы тем самым ослабить контрнаступление. В каком плане? Потому что мы занимаемся тогда не только вытеснением врага, но у нас появляются и другие проблемы глобальные, которые нужно тоже разгребать, которые нужно решать. И поэтому они тем самым выигрывают время. Они не ведут честную войну с самого начала этой войны. Они все время ведут себя как трусы. Просто ведут себя как трусы. И поэтому здесь нечего сказать. Они будут продолжать это делать. Они будут продолжать это делать, потому что только так они могут хоть как-то оттянуть свой конец. Только так как они могут это сделать. А как вы считаете, получилось тянуть, например, с подрывом той же Каховской ГЭС продвижение сил обороны на том направлении? Ну, конечно, но все равно это очень существенно повлияло. Потому что затоплены очень большие участки Херсона. оттуда надо было помогать, вытаскивать как и людей, так и животных. И ребята буквально, опять же, героически помогали людям под обстрелами, под... Все видели сколько ракетных ударов, минометных ударов они постоянно подвергали именно мирных граждан. Они не опять же занимаются войной, а уничтожением мирных граждан. И я уверен, что весь мир это видит, весь мир видит, как насколько они, скажем так, не люди. Это просто не люди, это даже не животные. Мы видели, как животные даже просто насколько они спасаются, насколько они во время тяжелого какого-то состояния они не кусают там ни людей, ничего. Они более, скажем так, животные, более человечные, чем российские оккупанты. Они оттянули это, понятно, что это где-то по времени я не буду конкретно говорить это месяц или два, но то, что они оттянули наше продвижение контрнаступления, это они оттянули и сделали себе небольшой зазор. Вот еще по поводу украинцевого контрнаступления, закрывая эту подтему нашей беседы, в New York Times появился материал с ссылками на источники в окружении того же Путина, якобы в Кремле, и вот там речь идет о том, что после успешной наступательной операции сил обороны Путин может начать масштабную мобилизацию. Вот как на фронте ощущается, достаточно ли сейчас сил и нужно ли будет проводить вот допустим мобилизацию более усиленную в России в ходе украинского наступления, вот если судить по потерям, которые сейчас несут оккупанты? Ну, я думаю, что мобилизация в России она ведется, она ведется в тех же каких-то областях, деревнях, она ведется, и они будут продолжать мобилизовать все больше и больше количество граждан, потому что потери у них очень большие, очень великие, они просто не щадят своих граждан, и это должны увидеть именно граждане России, те матеря, те жены, сестры, которые видят, как уничтожается их мужское население, уничтожается просто колоссально и просто очень большими, скажем так, пачками, и их правительству, ихнему старому деду абсолютно наплевать, сколько людей еще погибнет, сколько он призовет просто в эту, скажем так, мясорубку, где просто погибнут эти российские граждане, поэтому россияне должны включаться, включаться именно в то, чтобы выходить на митинги, вести какую-то революционную деятельность, именно свергать своего маразматического правителя, этого старого деда, который просто обезумел, и ему абсолютно наплевать как и на граждан Украины, так и на своих граждан. Вот как раз о тех россиянах, которые с оружием в руках освобождают российские территории от путинизма, поговорим, да, вот русский добровольческий корпус из последнего, обменял российских военных, которые взял в плен Белгородской области. Из любопытного, один из оккупантов нашелся такой, который даже не захотел возвращаться в Россию, бывший наемник из Вагнера, попросился, значит, в РДК. Ну, а вообще, если говорить о тех, кто попадает в плен из тех россиян, были у вас, может, такие случаи, когда люди, например, шли на сотрудничество, и вообще, кто вот эти люди, которые сдаются, то есть, что рассказывают они? Скажем так, у меня чуть-чуть мнение другое, во-первых, у меня не было таких людей, плюс я считаю, что угроза плена, угроза жизни может поменять, скажем так, пленного его разум, и он может, в принципе сказать, да, я готов воевать за вашу сторону, да, я все осознал, я все понял, у меня нет доверия таким людям, человек, который, скажем так, легко меняет любую сторону, неважно, он воюет за Россию, за Украину, еще за какую-либо страну, и он меняет, скажем так, он все понял, или еще что-то, я этим людям не доверяю, но это, опять же, это сугубо мое мнение, личное мнение, у меня таким людям нет доверия, даже хоть он перешел и в РДК, и воюет с оружием в руках, опять же, скажем, это удобно человеку, чтобы избежать какого-либо наказания, чтобы избежать плена, поменять мнение, сказать, как я все понял, и я, да, был идиотом, но вначале-то ты пошел, и вначале ты был, скажем, где ты был, и ты уничтожал тех людей, за которых ты сейчас воюешь, я таким людям не доверяю. А попадались вам в плен такие идейные оккупанты, которые даже в плену продолжали продвигать свою идеологию, стоять на своем. Такие, да, попадались, что ты им говоришь, и они смотрят тебе в глаза, и ему абсолютно наплевать, он считает, что он прав, что он борется за свою родину, за Россию, хотя ты ему пытаешься что-то объяснить, но это действительно настолько зомбированный, что все, там уже ничего не поможет, он просто тупо верит и уверен в свою правоту и в то, что он делает. Вот мы заговорили с вами о разрушении инфраструктуры, которая приносит много горя просто мирным людям, и Россия регулярно обстреливает украинские мирные города, в том числе баллистическими ракетами, одной из главных проблем, как сообщают в воздушных силах, остаются все еще те шахеды, умирают гражданские, умирают люди в своих квартирах, и, конечно, отношение к россиянам, в общем-то, даже не тем, не только тем, кто воюет с оружием в руках, но и тем, даже кто просто молча поддерживает получается это вторжение, у украинцев, конечно, существенно ухудшилось, то есть появилась, еще, вернее, усилилась эта ненависть, которая была после 2014 года, и вот такой пример любопытный недавно был, целая волна шуток просто поднялась из-за того, что в Египте акула убила россиянина, который приехал туда отдыхать, были даже шутки, что это ручная акула Кирилла Буданова, вот, но, например, бывший советник главы офиса президента Алексей Арестович, он заявил, что, ну, вот это расчеловечивание, которое сейчас украинцы испытывают к россиянам, оно на самом деле ведет к проигрышу, и это нездоровый симптом, когда люди просто вот радуются смерти там россиянина, который даже, например, не воевал против Украины с оружием в руках, а вот вы как считаете, как человек, который принимал участие в боевых действиях, видели смерти, в том числе своих побратимов? Я скажу так, что, во-первых, да, действительно, не все граждане России, они там выродки и моральные уроды есть, которые действительно борются, те, которые, пускай не выходят на митинги, но они делают различные публикации в интернете, хоть как-то они противостоят этой войне, когда их спрашивают, неважно, когда они находятся на каком-либо курорте или еще где-то, их спрашивают, ну что, из-за чего ты убежал, это из-за войны, и они просто стыдливо отвечают, да нет, ну так, положение плохое или еще что-то, а смело не могут сказать, да, я против войны, я против того, как уничтожаются граждане Украины, многие же молчат, и я считаю, те, кто молчат, это такое же поддержание войны и такой же геноцид украинского народа, и поэтому то, что, да, есть очень маленькое количество, как я уже сказал, те, кто в РДК, те, кто в легионе Свобода России, те граждане, которые пишут какие-то публикации, те, которые выходят и смело говорят, что они против войны, да, им респект и уважение стопроцентное, но те, кто молчат, это те же самые такие же трусы и такие же ублюдки, которые поддерживают эту войну, и, к моему сожалению, таких большинство, таких где-то 80%, и то, что погиб этот парень от, скажем так, от того, что его съела акула, я не считаю, что это расчеловекие или тем самым мы идем к проигрышу, нет, мы не идем к проигрышу, и да, украинцы просто устали, и мы радуемся, когда хоть что-то, хоть какая-то акула съела там, того же россиян или еще что-то, я считаю, что это правильно, я и сам в инстаграме и в фейсбуке поставил пост акулы, я был этому в принципе, скажем так, даже рад, потому что, и как оказалось, этот парень, я потом читал, он нигде не противостоял этой войне, скажем так, может он и не поощрял, но он не противостоял, он также молчал, и также просто кайфовал и отдыхал, когда гибнут люди, когда гибнут маленькие дети в Украине, когда у людей с херсонской катастрофой, нет воды, они не пьют, они просто теряют все, теряют свои дома, теряют свое имущество, теряют все, что они когда-либо строили свою жизнь, всю жизнь они строили, к чему-то пытались, и из-за каких-то моральных уродов, и из-за какого-то этого морального старого деда, который этот старый дед на шляпу одет, я скажу так, он просто взял и разрушил жизнь просто тысячам, сотни тысяч простым гражданам, и поэтому то, что где-то украинцы негодуют и радуются, что какая-то акула, я поддерживаю, и я тоже рад, и все правильно делают, и было бы побольше таких акул, было бы лучше.